Всем привет! Меня зовут Мария Щедрина, я художник, дизайнер, график, проживаю в Санкт-Петербурге и в этом видео я хотела бы вам рассказать про то, как я создавала экс-либрис для каталонского поэта-футуриста, почему мне пришла в голову идея именно этого человека выбрать. Спойлер, я о нем ничего не знала до этого момента. Вот пришел образ чайки естественным образом, но подумав немного, решила, что чайка будет создана из бумаги. Почему? Потому что, ну, во-первых, любовь к морю, а во-вторых, как я уже говорила, он прожил очень короткую жизнь и вот это вот сочетание морской птицы и бумаги, которая боится воды, то есть здесь жизнь и смерть рядом и вот такой дрожащий силуэт. Чуть позже я решила, что там будет на крыльях чайки, это будет листок с изображением его анаграмм, его стихотворение, то есть такая вот эпитафия времени, что ли. И вот этот вот круг вот этот вот я перевела, подобрала максимально близкую гарнитуру и сделала через иллюстратор дизайн и этот дизайн мы решили перевести с помощью фото вывода на литографский камень. Важно было сохранить цельность этой гарнитуры и отсылку к его анаграммам. Собственно, так выглядел камень вот этот желтоватый после печати, а чайку и круг большой я уже рисовала специальными материалами. Вот здесь вы видите ускоренное видео, ускоренный процесс работы. Работа где-то занимала порядка, наверное, часов 4-5. Несмотря на то, что уже текст был переведен, так я переводила рисунок с помощью туш, которая разводилась, блюдечки с водой. И вот в итоге что получилось. Здесь вы видите уже процесс печати на старинной станке. Печатник Алексей Баранов. Казалось бы, все просто. Сделали форму, нарисовали на камне, напечатали на белой бумаге, как я планировала. Кстати, бумага очень тактильно приятная, она с таким резиновым как бы покрытием получилось. И вот получился такой вариант на белом фоне. Но не тут-то было. Положил вариант, который я бы никогда не додумалась, а именно сделать шинкале. Шинкале это древняя техника, которая, по сути, аппликация тонкой рисовой бумаги на обычной бумаге, которая дает такую нюансировку, нюансировку, которая мне была нужна. Да, если вы помните, я говорила о движении, вот оно мне здесь было жизненеобходимо. Но в белом варианте оно было недостаточным для меня. И когда Алексей вырезал этот силуэт, и мы сделали первый оттиск, я поняла, вот оно зазвенело, и вот то, что мне было нужно изначально. И тут я поняла, что, да, работа состоялась. Я благодарна Алексею за это, благодарна жюри за то, что оценили. Ну, это финальный штрих от волнения. Я даже запорола несколько оттисков, положив свою монограмму вверх ногами. Спасибо.